В МИД РФ отметили стремление НАТО к доминированию в Евроатлантике. Российское судно «Севастополь» задержано в Сингапуре. США расширили санкции против России. 6 декабря в Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного совета ДНР 2-го созыва. К работе в сессионном зале приступили 86 депутатов от фракции ДНР и «Свободный Донбасс». В проект повестки дня был включен законопроект о внесении изменений в статьи 260 и 302 Уголовного кодекса ДНР. О сути предложенных изменений законопроекта рассказала председатель Комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина. В связи с чем законопроектом предлагается примечание 2 к статье 260 и изложить ее в новой редакции. Кроме того, статью 260 Уголовного кодекса ДНР предусмотрено, что запрещается незаконное перемещение через государственную границу в Народной республике «Особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих видам, занесенных в Красную книгу ДНР. Вместе с тем, в настоящее время в ДНР отсутствует Красная книга ДНР, в связи с чем невозможно определить данный перечень животных». К итогу анализа поступивших замечаний и предложений профильным комитетом Народного совета, комитетом по уголовному и административному законодательству, данный законопроект был доработан, в результате чего изменилось наименование законопроекта о внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса ДНР, а также вопрос учреждения и использования Красной книги ДНР не входит в предмет регулирования Уголовного кодекса, в связи с чем он передан в Комитет Народного совета по природопознанию, экологии, недрам и природным ресурсам. Кроме этого, на заседании были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в закон ДНР об обращении граждан и о внесении изменений в статьи 3 и 27 закона ДНР об Общественной палате ДНР. Все проекты закона были приняты в двух чтениях в целом. Далее они будут направлены на подпись главе ДНР и вступят в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного совета. Также парламентарии рассмотрели проект постановления об образовании Временной комиссии Народного совета ДНР по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Донбасская юридическая академия. С докладом выступил член Комитета Народного совета по этике, регламенту и организации работы Народного совета Ринат Белялов. Образовать Временную комиссию Народного совета ДНР по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Донбасская юридическая академия. Временной комиссии поручается осуществить сбор и анализ информации, связанной с отказом в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Донбасская юридическая академия. В случае необходимости взаимодействовать и привлекать к работе Временной комиссии представители органов исполнительной власти, государственных организаций, юридических и физических лиц, а также лиц и организаций, запрашивать необходимую информацию и документацию, проводить иные мероприятия по вопросам ведения Временной комиссии. На основе полученной информации осуществить проверку законности отказа в государственной аккредитации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Донбасская юридическая академия. Соответствующим постановлением был утвержден состав Временной комиссии, а также установлен срок работы комиссии до 24 декабря 2019 года. Кроме этого, парламентариями был рассмотрен еще один проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Народного совета ДНР 2-го созыва от фракции «Общественное движение «Свободный Донбасс» в Народном совете ДНР Орлова Евгения Вячеславовича. Оба постановления были приняты депутатами Народного совета ДНР и вступают в силу со дня принятия. Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ Украинская власть должна отбросить идеи о смене состава контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и заняться выполнением мирных договоренностей. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель республики в Минске Наталья Неконорова. Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, привлечения новых участников и замены действующих, Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по комплексу мер. Киевские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят республикам особого статуса, пытаясь подменить его понятием децентрализации, а также откровенно лгут о соответствии их конституции положением комплексомер. Неконорова добавила, что сама идея о смене состава контактной группы полностью противоречит сути Минского процесса, который призван усадить противоборствующие стороны за стол переговоров для мирного урегулирования. Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл. Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями республик, отстаивающих законные интересы народа, а планирует взамен выбрать говорящие головы, которые будут выражать удобную для них точку зрения. Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил о предложении Киева расширить или изменить состав представителей ДНР и ЛНР в контактной группе. Российское судно «Севастополь», принадлежащее судоходной компании «Гудзон» и подпавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги. На его борту находятся 12 членов экипажа. Об этом сообщил представитель управления флотом компании. Он не назвал размер долга, уточнив, что речь идет о крупной сумме за стоянку судна в порту. Кроме того, сообщается, что по прибытии в Сингапур на судне произошла поломка, которую не смогли ликвидировать из-за отказа ряда ремонтных компаний сотрудничать. Таким образом, за стоянку образовался долг, и судно было арестовано. Отмечается, что власти порта Сингапур отказываются выпускать экипаж до суда, который назначен на 17 декабря. В свою очередь, посольство России в Сингапуре оперативно оказывает содействие по обращениям судовладельца и членов экипажа российского судна «Севастополь», задержанного в сингапурском порту за долги. Об этом заявили в Деппредставительстве. Там добавили, что российские дипломаты находятся в контакте с судовладельцем компании «Гудзон» и властями Сингапура с момента возникновения конфликтной ситуации. Москва готова до конца года продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию военно-морского флота России. Он отметил, что все официальные предложения по этому вопросу уже на столе. Однако пока официальная реакция от американских партнеров не последовала. В этой связи хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации. Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий, продлить договор СНВ-3. Глава государства также подчеркнул, что Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении ракет средней и меньшей дальности там, где их нет, напомнив об одностороннем объявлении России моратория на размещении соответствующих видов вооружения. Между тем, в конце ноября Франция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Заместитель главы Пентагона Джон Руд на состоявшихся в Сенате слушаниях отметил, что у Вашингтона еще есть время на продление договора СНВ-3, а пролонгация соглашения прямо сейчас может повредить возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином. Угроза США со стороны России значительно больше сейчас, чем была десятилетия назад. Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд в письменных показаниях Комитету Сената по вооруженным силам. По его словам, Россия делает акцент на своих ядерных силах и проведении широкомасштабных учений, а также инвестирует значительные средства в то, чтобы не позволить противнику доступ в те или иные регионы. Также Россия предприняла значительное улучшение конвенциональных сил, а также много инвестировала в кибернетические, космические, электронные и гибридные методы ведения войны. Кроме того, он обвинил РФ в дестабилизирующих действиях и попытках оказать влияние на демократические выборы и референдумы в ряде стран. В Москве заявление Руда прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швиткин, отметив, что США и блок НАТО в целом проводят в десятки раз больше учений, чем вооруженные силы России. Учения Вооруженных сил Российской Федерации носят оборонительный характер. Если же говорить об учениях, проводимых странами блока НАТО, они явно носят наступательный характер. При этом в учениях участвуют двусторонние боевые отряды. Мало того, одна из сторон на многих учениях переодета в форму Вооруженных сил России. Швиткин также отметил, что именно США являются инициаторами милитаризации космического пространства. Последние действия НАТО говорят о стремлении Альянса доминировать в Евроатлантике и на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметил глава МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, на саммите НАТО, который прошел в Лондоне, были приняты решения о рекордном наращивании военных бюджетов стран Альянса. Министр подчеркнул, что при этом нынешние бюджеты более чем в 10 раз превышают военный бюджет Российской Федерации. НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, а в общем-то, если взять поведение НАТО и в других регионах мира, сейчас на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства России призвал международное сообщество обратить особое внимание на ситуацию на Балканах. Повышенного внимания требует непростая ситуация на Балканах. Полевые присутствия ОБСЕ не должны использоваться для решения задач европатической интеграции стран и региона. Лавров также призвал не забывать о принципах взаимного уважения и баланса интересов ОБСЕ. Важно помнить, что деятельность исполнительных структур ОБСЕ, в том числе ее институтов, должна быть ориентирована на благо всех государств-участников. Китай и Россия разделяют ответственность за глобальную безопасность, в то время как некоторые страны подрывают международную стабильность однобокой политикой и вмешательством во внутренние дела других государств. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики. В условиях складывающейся обстановки Пекин и Москва поддерживают друг с другом все более тесные контакты, выступая в качестве позитивного фактора по обеспечению международной стабильности и безопасности, отметили ведомстве. Там также подчеркнули, что обе страны намерены в дальнейшем укреплять взаимодействие с учетом возлагаемой на них международной ответственности. Минфин США вновь расширил санкции против России. Теперь под ограничения подпали ряд граждан и компаний за якобы вредоносную деятельность в киберсфере. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении двух россиян и трех российских компаний за вмешательство в американские выборы. На этот раз ограничения были введены против 17 физических и 7 юридических лиц. Очередное расширение санкционного списка прокомментировал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. «Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут». Парламентарий также отметил, что существует необходимость выстраивания конструктивной основы российско-американского диалога. Он добавил, что в медийной повестке нужно концентрироваться на позитивных аспектах развития отношений России и США. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил экономические потери Европы после введения санкций против России. По его словам, большую часть потерь от санкций несет не их главный инициатор Соединенные Штаты Америки, а Европа, которая поддержала санкционную политику и теряет буквально миллиарды. Потому что помимо прямых, связанных с потерей в объемах торговли, есть и другие потери, связанные с недополученной прибылью, с потерей рынков сбыта и с потерей рабочих мест. Поэтому сами по себе торговые потери – это еще не все потери. Морозов считает, что вся хитрость состоит в том, что львиную долю потерь хитроумно переложили на европейцев. До санкций у европейцев объем нашей торговли составлял 400 миллиардов евро, а с американцами и тогда было 25 миллиардов евро. То есть с ними никогда и не было больших оборотов. В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что торговый оборот между США и Россией остался на уровне около 25 миллиардов долларов, а американская сторона ничего не потеряла после введения санкций против России, при этом показатели ЕС сократились вдвое. Американцам, кстати, от этого не стало ни холодно, ни жарко. Потому что у них как было приблизительно 25 миллиардов долларов торгового оборота с нами, так и осталось, они ничего не потеряли. Он отметил, что оборот не очень большой с учетом масштаба в американской и российской экономике. Премьер-министр уточнил, что новая команда Европейской комиссии имеет шансы поправить ситуацию с торговыми отношениями с Россией. Как мы неоднократно говорили, не мы эту войнушку начали и не нам ее завершать. Значит, они сами должны объявить перемирие. Тогда все можно вернуть в нормальный рост. При службе Белого дома заявили, что председатель палаты представителей Конгресса США на НСПЛС обвиняется в преследовании эгоцентричных политических целей, а также в игнорировании нужд американского народа в связи с попытками демократов провести импичмент президента США Дональда Трампа. Заявление было распространено в связи с прошедшей 5 декабря пресс-конференцией Пелоси. Спикер Пелоси сделала то же, что и всегда, проигнорировала нужды американского народа и занялась преследованием своих эгоистичных политических устремлений, говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что Пелоси могла бы обойти эту тему и обратить внимание на грядущие голосования по соглашению между Мексикой, Канадой и США. Помимо этого, в заявлении также указано, что попытка импичмента Дональда Трампа предпринята демократами из-за того, что они не могут победить его путем голосования. Напомним, ранее Нэнси Пелоси попросила председателя Комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте Трампа. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения дня, выпустив по территории ДНР 32 единицы боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК. Под огнем украинских силовиков оказались поселки Доломитное, Зайцево, шахты имени Гагарина, село Спартак и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Украинская сторона в СЦКК запросила дополнительный срок для проведения мероприятий на участке разведения войск Петровская-Богдановка. Процесс должен был завершиться 4 декабря. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Вызывает беспокойство тот факт, что украинская сторона в СЦКК запросила продление гарантии безопасности до 5 января 2020 года для продолжения мероприятий, предусмотренных планом графиком и которые, согласно нему, должны были быть завершены в полном объеме 4 декабря 2019 года. По его данным, в настоящее время на контролируемом военными Киево участке отвода по-прежнему в полном объеме не демонтированы фортификационные сооружения. Продолжаются и противоминные мероприятия. Расцениваем такие действия украинской стороны, как намеренное затягивание выполнения договоренностей по устранению нарушений, ведущие к срыву согласованных сроков, что в свою очередь создает прецедент для блокирования новых договоренностей. Отметим, что согласно договоренностям контактной группы, мероприятия на участке разведения сил и средств Петровская-Богдановка должны были проходить зеркально и завершиться по истечению 30 дней. Любые отклонения от плана должны фиксироваться представителями СММ ОБСЕ. В ДНР со своей стороны заявили о полном завершении процесса отвода в зоне ответственности республики. Правительство ДНР расширило список граждан, имеющих право на обеспечение бесплатным углем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики республики. Теперь льготное топливо смогут получать вдовы и вдовцы умерших пенсионеров отрасли, которые имели необходимый для получения быт-топлива стаж работы на госпредприятиях, но уходили на пенсию шахты негосударственной формы собственности, прекратившей работу по основному виду деятельности. Для реализации данной нормы вдовы и вдовцы должны получать пенсию в связи с потерей кормильца, а умерший пенсионер при жизни обеспечивался углем, и ему назначалась пенсия в связи с работой на горных предприятиях, сказано в сообщении. Более того, такая же льгота предоставлена пенсионерам, а также вдовам и вдовцам умерших пенсионеров, если предприятие, на котором они работали перед уходом в негосударственный сектор, сейчас находится в стадии ликвидации или планируется к реструктуризации и консервации. Отмечается, что принятие проекта улучшит и упростит процедуру приема документов углеполучателей путем увеличения сроков их приема и выдачи твердого топлива. Министерством экономического развития подведены итоги выполнения программ восстановления и развития экономики и социальной сферы городов и районов ДНР за первое полугодие 2019 года. Так, в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го в Донецке наблюдалось увеличение объема выполнения строительных работ на 86%, в Макеевке на 13,6%, в Горловке на 3,6%. Кроме этого, в первом полугодии 2019 года в Донецке заменено 7,1 км тепловых сетей, 10 насосных агрегатов, 8,9 км водопроводных и 0,32 км канализационных сетей. Капитальный ремонт проведен на 34 водопроводно-канализационных колодцах. В Амросевском районе проведен текущий ремонт 46,8 км линии наружного освещения. Также завершено строительство 10 частных жилых домов в селе Никишино, начаты работы по строительству 7 частных домов в селе Степановка и 3 частных домов в селе Мариновка. 7 декабря жителей Донецкой и Луганской народных республик ожидает переменная облачность. Так, в Луганске с утра и до самого вечера небо будет оставаться чистым, осадков не ожидается. Днем до плюс 4, ночью столбик термометра опустится до минус 3. В Северодонецке только утро будет ясным. Днем прогнозируется до плюс 5, ночью до минус 1. В Волчевске небо будет пасмурным, без осадков. Днем плюс 4, а ночью минус 1. На протяжении всего дня в Мариуполе будет наблюдаться ясная погода. Днем плюс 5, ночью до минус 3. В Славянске переменная облачность, осадков не ожидается. Днем столбик термометра установится на плюс 5, а ночью температура воздуха опустится до минус 1. В Краматорске ожидается ясный день. Днем плюс 5, ночью минус 1. Вейнакиево облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем плюс 5, ночью до минус 3. В Горловке только утро будет ясным, без осадков. Днем до плюс 5, ночью минус 2. Облачная погода ожидается и в Макеевке. Днем плюс 5, ночью минус 3. В столице Донецкой Народной Республики с самого утра небо будет чистым, а к вечеру покроется облаками. Осадков не ожидается. Днем столбик термометра установится на отметке плюс 5, а ночью температура воздуха опустится до минус 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...